В число резидентов Республики Беларусь входят как отечественные субъекты хозяйствования, так и зарубежные. В последнее время у многих из них выросли аппетиты на международный бизнес. А следовательно, в перечне основных правил успешного ведения дел должен быть пункт – удержание налога с иностранной организацией партнера. Это действие необходимо, так как резидент Беларуси выступает налоговым агентом, когда оплачивает работы или услуги заграничного производителя. В законодательстве такие договорные отношения квалифицируются как доходы, выплачиваемые представителем иностранных государств. Из этих доходов в бюджет Республики уплачиваются соответствующие налоги. Если деньги перечисляются физическому лицу, то с суммы дохода удерживается только подоходный налог. А если перечисление в пользу юрлица, то исчислению подлежит налог на доходы и на добавленную стоимость. Резиденты Республики Беларусь обязаны исчислить и уплатить в бюджет Республики Беларусь соответствующую сумму налога на добавленную стоимость, вне зависимости от того, являются ли они плательщиками налога по своей деятельности при выплате доходов в пользу нерезидентов. Но только в том случае, если по законодательству Республики Беларусь местом реализации объектов признается территория Республики Беларусь. Определение места реализации работ услуг имущественных прав в отношении всех резидентов регламентируется налоговым кодексом. Исключение составляют резиденты-представители стран Таможенного союза. Для них определение места реализации ограничено нормами протокола о порядке взимания косвенных платежей. К примеру, если резидент Республики Беларусь участвует в конференции на территории Чехии, то местом реализации данной услуги признается Беларусь. И у организации резидента возникает обязанность уплаты налога на добавленную стоимость. При этом следует учитывать также нормы международных договоров, действующих для Республики Беларусь. Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены налоговым кодексом, либо иными законодательными актами РБ, применяются нормы международных договоров. В настоящее время более 50 стран заключили с Беларусью международные договоры в сфере налогообложения. Эти нормативные документы, соответствующие акты законодательства и дополнительные соглашения между странами Таможенного союза являются основой выстраивания юрлицами-резидентами Республики Беларусь стратегии для налаживания и развития результативного сотрудничества. Продолжение следует...